Микс Ньюс Алкоголизм нельзя вылечить, но с ним можно справиться. С наркоманией можно бороться. От игромании можно отказаться. Когда трудно противостоять, но возможно победить. Вопросы слушателей, мнения экспертов – реальные истории. Специалисты ответят на ваши вопросы, а гости расскажут о том, как сделали свой выбор. Только на Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости с нашими гостями. Я Анна Смирнова. Сегодня у нас в гостях священник Латвийской Православной Церкви. Отец Александр, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Как правило, гости программы «Выбор», выздоравливающие от алкоголизма, наркомании или игромании, они рассказывают о том, рассказывают судьи своей истории. И так или иначе, они говорят о том, что зависимость – это болезнь и телесная, и духовная, душевная. Вот если говорить с точки зрения религии, то душа человекозависимого, что она переживает? Ну, в первую очередь, нужно, конечно, понимать отличие природы человека, вот научный, скажем, взгляд, мировоззрение, и, допустим, христианское мировоззрение. Что отличает нас от науки, тех учёных, которые сегодня говорят, что природа человека – это тело и душа. Ещё дух, говорит церковь, да, то есть такое трипостасное, её состояние. И поэтому, конечно, когда речь идёт о каких-то наклонностях, наклонностях губительных для человека, мы в первую очередь обращаем внимание на то, какого духа человек. То есть через что по духу он стал зависим от той или иной губительной страсти. То есть сначала, не бывает так, что усматривает церковь, что вот внезапно, да, вот беспричинно жил человек, там, трудился, там, семью имел и так далее, работал, вот, и раз, и внезапно он стал пристрастен, он, как мы говорим, губительно пристрастен к той или иной зависимости. Всегда есть первопричина. То есть то самое формирование, откуда всё пошло. Формирование, да. То есть и она, конечно, зиждется на свободном выборе человека тех ценностей, на которые он сам ориентирован. И вот, говорит церковь, если по природе мы представляем собой тело, конечно же, да, всё это в личном выражении, в личностном нашем, дух и душа, то, конечно же, всё в порядке с телом. Душа тоже радуется и наслаждается жизнью, как говорят, принято сейчас. А по духу мы давно уже не с Богом, скажем. И мы ничем не отличаемся ни по этносу, ни по возрастным категориям каким-то, всеми людьми, которые населяют землю или населяли её до сих пор. Но проявления этих страстей, они меняются с течением времени. И вот когда уже наступает кризис, рецидив, и человеку нужна помощь, или сам он понимает, что что с ним так, или родственники вдруг обнаруживают, был один человек, теперь что с ним происходит. Вот тогда пытаются что? Найти причину раз и получить помощь. И церковь на нашей практике, по обычаю, она в последнем ряду зачастую у людей, даже крещённых. И вот когда все средства зачастую уже исчерпаны, мы и встречаем этих людей в храмах Божиих, которые по наитию, по сути, всего лишь поставили свечу. Случайно встретив священника на выходе между богослужениями, вдруг спрашивают, а можно с вами поговорить? И вот с этого начинается наш, в первую очередь, анализ ситуации. Если человек готов присесть на лавочку, поговорить и рассказать, в чём причина. Зачастую сам человек приходит очень редко, зависимый или уже страдающий тем или иным недугом, приходят за него родные. А если сам человек приходит, то, допустим, не игромания, а вот страсти алкоголизма, как мы говорим, приходит, но подвыпитым, к сожалению, состоянием. И душа его плачет, но помочь ему в этом состоянии нельзя. И пытаешься уговорить его встретиться, допустим, ещё раз, вот завтра, послезавтра, когда он способен будет слушать, внимать, ну хотя бы побеседовать по-трезвому, и это практически никогда не происходит. То есть уже не возвращается человек? Один раз он пришёл в пьяном? Один раз на сотню, знаете, из таких случаев. А заходят часто в этом состоянии. И тогда наше обращение к родственникам. И вот здесь может быть большая помощь, как людей, любящих этого человека. Потому что без любви ничего не совершается. Давайте сейчас поставим небольшой отрывок из предыдущей программы «Выбор». Его гостем стал выздоравливающий алкоголик. Он рассказал о том, как жил в своей зависимости. Давайте послушаем, и мы после поговорим об этом. Я с самого детства начал копить в голове список людей, кому я должен отомстить. Потому что вот я был маленький, обиженный, злобный мальчик. И вот я с того времени, главное мне было не забыть. Не забыть ни одного из них. Как в «Игре престолов». Если вы смотрели, там как раз героиня перечисляла перед сном каждый раз список, кому она должна отомстить. И причем я это проигрывал себе в голове. И всю эту вот мизансцену, как это все произойдет. Я дождусь. И я обязательно дождусь. И потом с этими же людьми я говорил, я с ними, я извинялся. Я нашел то, что я им сделал плохого. И они уходили, уходили, уходили из этого списка. На самом деле, опять же, из нашей всей сферы есть такое сравнение, что если все эти люди находятся в тюрьме, эта вся тюрьма находится у тебя в голове. Но ты тюремщик в этой тюрьме, и ты находишься с ними в той же тюрьме. Отпустив их, ты сам выходишь на свободу. Ну вот мой гость, он смог осознать, что ответственность за те руины, которые вокруг него, она лежит прежде всего на нем самом. Но ведь поиск виноватых – это такая распространенная история даже не среди зависимых людей. Оправдание действиям человека, кто-то виноват в этом, что я делаю так. Вот вам приходилось с ними сталкиваться? Ну вот смотрите, мы об этом и говорим, что не на пустом месте возникает то или иное, уже даже противоправное действие. Этот человек копил в себе вот эти мысли отомстить его обидящим. Вот приходит на память такой серийный убийца Чикатило, если вы помните, да? Когда ты был в советское время, по-моему, в Одессе или в Ростове-на-Дону, который совершал десятки преступлений, когда его спрашивали, а как ты таким стал? И почему столько злости в тебе? Он долго не открывался, а потом сказал, моя мать всегда мне говорила, ты испортил мне жизнь, вот из-за тебя я загубил свою молодость и так далее. То есть он постоянно ощущал ненужность свою. Более того, вину. Ну, вину частично. Ни один ребёнок не признается, что он виноват в неудобствах или каких-то там, не знаю, своих родителей. Наоборот, у него здоровое эго поначалу. Вот как родители многодетные наши, вот мы знаем, что ребёнок на практике, ну он так устроен. Он, конечно, хочет привлечь всё внимание к себе. Да простые отношения человеческие, чтобы мама обняла, чтобы поцеловала, сказала, я тебя люблю и так далее. Как бы её жизнь не сложилась, но когда такое, как вот у этого персонажа, мы понимаем, во что это могло вылиться. Ну, так же и здесь, я не знаю, он не повествует, какова рода месть была. Только разговор. Это был только разговор, и позже он осознал, конечно, что в тех руинах, которые вокруг него, виноват он сам. Но, опять же, бывает такое, что люди просто продолжают видеть всю жизнь в том, что происходит с ними. Вот это и есть зависимость, да, вот если говорить с точки зрения церкви, много историй, когда, знаете, в профилактических целях тому, кто не мог простить обиду кому-то в отношении себя, священник говорил, а отче наш ты не читай до времени, пока не простишь. Как, почему? Даже есть такой рассказ о девочке, которая услышала, что надо семь раз прощать на день, и начала считать на пальцах, сколько она своему брату Фредди простила. Когда восьмой раз наступил, она сказала, ну, хватит, дорогой. Лимит исчерпан. Да, и тут дядя пришел и сказал, нет. Так вот, в этом смысле, да, если человек не может простить, он и к Богу не может обратиться с тем, чтобы тот простил ему. Вот на прощении строится, по сути, христианское мировоззрение. Бога нам наши грехи, а мы людям друг другу. Но если это не так, то сам себя ты мучаешь, загоняешь в угол. Иногда в жизни человека случаются такие разрушающие события, выбивающие у него почву из-под ног. Вот один из гостей нашей программы «Зависимый наркоман» как раз описывал свои чувства после потери матери. Вот давайте послушаем сейчас его короткий комментарий. После трагедии, которая произошла в вашей жизни, после смерти матери, у вас пропал характер. Вы так вот выразились. Что это такое потерять характер? Это отсутствие амбиции, желаний, силы воли. Вот что это? Какое это чувство? Да, жизнь стала как-то безразлична. И вот перед этим я довольно так самонадеянно чувствовал себя, ну, что я могу все достичь, и я такой большой. И точкой отпоры оказалась моя мама, которая у меня создавала какой-то комфорт, помогала мне, поддерживала. И как только она, ну, умерла и ушла из моей жизни, вот, это куда-то делось. И я, в принципе, пошел по пути, которые уже с детства видел, знал. Очень быстро вспомнились наркотики. И что с помощью них можно ничего не решать и пойти самым быстрым способом. Ну, вот о потере характера гость сказал о том, что он перестал чувствовать себя большим. Такая формулировка. Как, на ваш взгляд, этот Александр, заново можно обрести характер? Если, опять же, мы с точки зрения религии сейчас смотрим на... Опять нужно знать, каким он формировался, этот характер, той же матерью, которая ушла. Если, опять, мерехристианское мировоззрение говорит, что у детей ассоциативное восприятие вообще всего происходящего. То есть, если видит родителя или там родителей с рюмкой на столе, вот, и гимн наш не символ веры, а рюмка на столе по лепсу, да, вот, тогда он это воспроизводит хотя бы на подсознательном уровне. Если родителей он видит совершающих добродетелей и зажигающих свечу утром и вечером перед иконой, он, разумеется, и физически будет также ощущать, воспроизводить потом и в будущем такой же образ действий зачастую. Но, тем не менее, вот, очень важно то, что мы, чему хотим ребенка научить через беседу, не только примером. Вот, святитель Тихон Задонский говорит так о воспитании, что, скорее всего, наши дети будут воспроизводить то, что мы делаем, нежели то, что говорим. И так же, что и бывает. То есть, двойные стандарты. Если мамочка это не рассказывала о том, что всякий может из нас, и однозначно, когда-то уйдет, это может быть внезапно. Сынок, я хочу, чтобы ты был самостоятельным, чтобы ты вот не пошел под откос, да, вот, я так тебя хочу воспитать. То есть, если внезапно она уходит, значит, он не готов к самостоятельной жизни был. Он говорит, я вспомнил о наркотиках. Так он говорит. Вот нам доводится и в тюрьмах бывать, вот, годами мы, я в том числе посещаю с батюшками, с собратьями своими. И мы, конечно, видим такие судьбы сплошь и рядом. Зачастую туда попадают, просто желая подзаработать поначалу. И 9 из 10 говорит сначала, я не виноват, вот, я просто попался, меня подставили и так далее. И 1 из 10, на самом деле, вот, это моя уже статистика, говорит, да подело мне, если бы я здесь не оказался, я бы погиб. То есть, представляете, значит, этот человек, вот, о котором я говорю, последний, он с сильным все-таки характером. А там характер, наверное, не выработан, ну, с точки зрения устойчивости к потрясениям. У нас есть звонок, радиослушатель на линии, давайте примем, надевайте наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Ну, вы знаете, я могу не согласиться, да, с заключением вашего гостя, да, потому что вот в моей жизни у меня была знакомая, да, у нее родители просто алкаши, конченые. Она сама не пила и ненавидела, когда пил, да, и до сих пор она не пившая, да. Потом у моей супруги отец был алкоголем, да, она не пьет, вот. Я одно время подпухивал так, и мой сын маленький смотрел, как папа выпил себя, как свинья, да, вот. А вот он не пьет у меня. Вот тут такое вот как-то, вы знаете, мне кажется, что надо больше, да, давать информацию, что может потом, какие последствия могут быть, да. А у нас сейчас по телевидению идет прекрасная реклама пива, да, ребята покупайте, пейте, это значит хорошо, это все прекрасно, да. Вот. Ну, как-то вот я думаю, что надо воздействовать больше информации для тех же детей, потому что оттуда идет, да, особенно вот этот пивной алкоголизм, да. Это страшная вещь, просто. Да, спасибо вам. К сожалению, время у нас ограничено, поэтому приходится ограничить наших радиослушателей, кто высказывает реплики. И я полностью согласен с его мнением, и нам известны такие случаи, когда вопреки как раз пьющим родителям, дети, насмотревшись на это, вырастая, вот, даже в рот не берут, ни капли, ищут, если выходит замуж девочка, человека, который тоже трезв, и наоборот. То есть жених ищет такую девушку себе, эти случаи практически в лицах известны, чтобы не было так, как вот он видел. Но статистика говорит о другом, что, и это понятно, да, то есть ассоциативное восприятие, оно то, что видит, то зачастую и производит. Хорошо, что если вот его ребенок, в частности, о котором он говорит, увидев папу, да, вот, может быть, отец, который сейчас звонил, этот человек, увидел реакцию ребенка, и, как я понимаю, перестал употреблять, да, и это тоже послужило на пользу тому же чаду, да. Так что, конечно, не со стопроцентной вероятностью, так или иначе, всегда есть какие-то случаи исключения. Сейчас небольшой перерыв сделаем, потом мы вернемся и продолжим. Священник Латвийской Православной Церкви, отец Александр, сегодня у нас в гостях, говорим мы о зависимостях, оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор», говорим мы сегодня о зависимостях, и наши разговоры мы строим вокруг истории, в том числе наших гостей, программы «Выбор», выздоравливающих алкоголиков, игроманов и наркоманов. И, уважаемые радиослушатели, также можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Сегодня у нас в гостях священник Латвийской Православной Церкви, отец Александр, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9, также можете звонить нам. Ну вот, зависимость от алкоголя, от наркотиков, от азартных игр, зависимость вообще называют болезнью чувств. Не знаю, согласитесь ли вы с этим, но вот о чувствах, которые испытывала зависимость от алкоголизма девушка в детстве, гости, а также программы «Выбор», давайте поставим то, что она сказала, и после поговорим об этом. Я думала долгое время, что я родилась алкоголиком, и что у меня уже с детства какие-то были странные, ну как бы странное поведение такое, которое я не могла по-другому объяснить, но недавно… Предрасположенность такая. Да, да, как бы, но недавно я поняла, что проблема, наверное, она все-таки появилась в какой-то момент жизни, я верю в то, что все дети, они рождаются замечательными, хорошими. Да, конечно, есть генетика, от этого не уйти никуда, но конкретно у меня, да, были события, у меня было очень-очень трудное детство, там меня в детстве били, бабушка была очень агрессивная, и, в принципе, меня никто не защищал, и в 6 лет, когда умер мой папа, да, вот эта история, я, конечно, сейчас вспоминаю, я ужасаюсь, потому что я помню, вот мне 6 лет, я стою с подружкой возле подъезда, и она говорит, ну вот там твой папа умер, что ты там чувствуешь? Я ей говорю, ну да, он умер, и все, его больше нету, его больше не будет. И я как бы вот ей так и сказала, и я вообще ничего не чувствовала, и абсолютно ни одной какой-то эмоции, я сейчас вспоминаю вот свое чувство, и просто абсолютно ноль, вот пустота, ничего, и когда меня били, да, я, ну, я сейчас это изучаю, эту тему, мне это интересно, почему со мной так произошло, и я думаю, что вот эта заморозка эмоций, она происходит каждый раз, когда с ребенком плохо обращаются, его бьют. Эффект замороженных чувств, замороженных эмоций? Ну, чтобы получить такой эффект, очевидно, нужно внешнее воздействие того же холода в отношениях, вот этой любви и не было, очевидно. Знаете, у нас тоже опыт большой усыновленных деток вообще вот в церкви, да, вообще в церкви, в латвийской церкви. Я знаю многих родителей, которые как раз усыновили деток, которые или брошены, или из таких семей родители были лишены родительских прав. И даже в среде нашей верующих людей многие говорили, у вас ничего не получится, генетика, наследственность. Ну, разумеется, какая еще может быть генетика, наследственность у детей, родителей которых алкоголики, наркоманы и так далее. Но поразительно, что с годами, когда по любви приняли как своих, у них все выправляется, понимаете? Они становятся такими же хорошими учениками в школах, послушными, любящими в ответ тебя. Главное, чтобы любви хватило. Здесь, в этом случае, просто можно сострадать этому человеку. Но, мне кажется, она сильна по характеру. И опять мы исключаем фактор, видите, творческого начала в человеке. Вот если так рассуждать, как психолог или нарколог, или еще кто-то, да, который и так помогает, они, я вот слушаю ваши передачи, они профессионалы, они знают свое дело. Но вот таинство совершается, таинство любви, вот Творца, вот ко мне, к вам, к тем детям брошенным, оно в том, что он любит их настолько, что готов, вот только позови, да, вот протяни руку, да, и тебе и папа новый, и мама появится, и любовь окажут, да. И вот такие вот дети, о которых я говорю, в отличие от этого примера, они в полноте, полноценными становятся, да, и членами общества в том числе. И, конечно же, они постигают Бога, потому что, я знаю, есть материалисты, люди, это их выбор, которые точно так же поступают, и даже берут детей в опеку, там, и так далее. Но именно в церкви наш опыт говорит о том, что все можно исправить, все можно исправить. А вот замороженное вот это вот состояние, надо, чтобы кто-то оттаял, вот его отогрел, вот в этом и дело. Но не нашлось, очевидно, такого человека. Ну и теперь такой человек, как я понимаю, эта женщина, она выросла, и она сама хочет стать, и, наверное, так и получается, источником этой любви. Да, нет, сейчас. Для своей семьи, для своих детей. И этот опыт негативный, он тоже, по сути, попущен Богом, как мы говорим, но он сослужил, есть служба, она окрепла, может быть, в этом опыте. Наверное, так дело обстоит, с ней лично. Вот еще о чувствах, зависимый игроман, который был гостем, также программы «Выбор», он рассказал о своих чувствах, о чувстве потери, с которым он жил. Давайте послушаем. К чувству счастья и чувству радости. Я покупал эти чувства за деньги, но я еще всякие хорошие вещи там покупал. Вопрос, наверное, в долгосрочности этого счастья, которое можно купить. Вопрос, наверное, именно в этом, да. Вопрос, наверное, в этом. Но есть еще хорошие вещи, которые можно купить в игровом зале. Это чувство проигрыша. Это чувство пустоты. И если мы смотрим на мои достижения в игровых залах, если я могу такое разиться, звучит немножко смешно, да. Но мы тогда можем на это посмотреть, как на какой-то тренировочный лагерь, где я учился, где я учился жить с чувством потери. Жить с чувством потери, о чем говорит зависимый от азартных игр, выздоравливающий игроман. Это зависимость вообще без запаха, явно выраженных каких-то физических последствий. Но, тем не менее, не менее страшная психологическая зависимость игромания. А вот как излечить это чувство потери? Ведь оно зависимого человека преследует, и он является такой, наверное, плодородной почвой для зависимости, как мне кажется. Вы знаете, этот человек на своем примере для меня лично озвучил практическое воплощение концепции дуализма. То есть подчеркнуть величие Бога может только дьявол. Или свет может только тень. Это как у братьев Карамазовых и так далее. Концепция дуализма, то есть двоебожия. То есть я приобрел тот опыт, когда я терял. Знаете, главное, что в христианском мировоззрении, к чему мы идем? Мы ведь не ищем благополучия в этой жизни. Мы готовим себя к той области, в которую можно только верить или не верить. Ее пощупать нельзя. Но зависимым от этого, да, вот был такой, или есть московский проповедник, тоже уважаемый мной, Олег Стеняев. Однажды он точно так же беседовал с одним наркозависимым человеком, не игроманом. И тот никак не мог принять этого слова, что мука вечная, что это такое, когда придет твой час, что тебя там ожидает? И он спросил его, ты ломку испытывал когда-нибудь? Ну да, конечно. Он был с серьезным стажем. Он говорит, представь ломку, которая никогда не закончится. Тела нет. Ты не можешь удовлетворить свою страсть. Это касается любой страсти. Любой несвободы. Мы говорим связан. Связан. Да, то есть не свободен. То есть здесь пока тело есть, ты можешь прекратить эту зависимость с Божьей помощью. Да, проявляя свою настойчивость, решимость. Но если ты в таком состоянии уходишь, вот как перед алкоголиком поставить там бутылку, которая неизлечим, вообще не лечится, и стеклом закрыть или решеткой, и он будет даже запах ощущать, но никогда не сможет принять ее. Что с ним будет? Неутоленная страсть. То есть нет тела. Это одно из таких пояснений. Но что такое мука вечная? Конечно, там в основном духовная составляющая. Вот радость, лицезрение, слава Божией, это наша та пища духовная, к которой мы стремимся, воспитываем детей наших, приучаем к ней, чтобы ты здесь жил по заповедям, а там тебя ждет награда. Но в этих случаях опять... У меня однажды пришел один игрок, вы знаете, вот он живет в Европе, я не назову ему имя, как бы это нельзя, по известным причинам, и он говорит, я профессиональный игрок в покер. И говорит, у меня большие достижения. Вот как этот человек говорит, большие достижения. Знаете, я когда узнал, что сумма чисел на рулетке 666, у меня это очередной был тогда на моем пути. Да, символ, да. С другой стороны, подходит один прихожанин и говорит, а вы знаете, что число 666, я от него бежать найду и так далее. А у меня под рукой книга была, богослужебное указание, двухтомник в одной книге. Говорю, давайте откроем страницу 666 и посмотрим, есть ли оно вообще, а если есть, то что там написано. Там просто было продолжение, изложение того текста, который во всей книге. То есть важно наше отношение вот к этим всем, знаете, страшилкам, числам и так далее. Поэтому... То есть их переоценивают? Конечно, да. Напускают туману, что и хочет противник Бога, имя ему дьявол. Ну и служки его, бесы. Это в Священном Писании христианское мировоззрение откровенно называет их по именам даже. Это падший ангел. Так что, кто в это верит, он прибегает к силе божественной, для того, чтобы выбраться из этого. Кто нет, надеется на свои силы и на помощь даже близких. А вот наш опыт истории, даже христианской, говорит о том, что практически стопроцентный положительный исход в помощи нашим зависимым, вот родственникам, близким, заключается в том, если мы настолько их любим, что готовы, допустим, понести пост 40-дневный во их спасение. Вот так наши предки и поступали. Приходила какая-то беда, засуха, мор, тиф или саранча ложилась на поля и все пожирало. Они точно знали, мы Бога забыли. И когда вот по молитвам священника все становились, оставляли работы все, да, и постились, молились о прощении сначала, вот своего Бога отступничества, все Господь им возвращал старицей. Вот это в отличие от науки, вот психотерапии там, да, или наркологи выступают, опыт церковный. Он зиждется на призывание в помощь святых, Духа Святого, ванифатии, например, алкоголикам. Кто-нибудь обращался, знает, кто это такой, что за человек, да. Память его совершается как раз в Новый год, 1 января, в результате там сдвижки греглянского календаря. Это был человек, который пьяница был, беспробудный. Госпожа его Аглая, богатая гражданка Рима, вот, казалось бы, христиане, так, но такие, как мы с вами зачастую, крещеные только. И вот захотели, они услышали, что если мощи появятся в доме, то будет благополучие этому дому. Съезди, съезжай туда, вот где, в Тарск, где, значит, мучают сейчас христиану. Может, привезешь кого-нибудь, замученного, мы церковь построим. А он ей говорит, а если меня встретишь в их достоинстве? Так не шутят. И в конце концов, он увидел мучения этих христиан и сам вошел внутрь, в гущу этих палачей, сказал, я христианин. А он был пьяница и блудник, незаконное сожительство и так далее. И везут его слуги, вот, на самом деле, Аглая. И она сама меняет свою жизнь и строит храм на месте его погребения. Понимаете, этого не нужно нам искать, да, но мы знаем точно, что те, кто на иконах, это живые люди. Они такой опыт имели, стояние, вот, против страсти, что даже, вот, удостоились быть святыми. Или Мария Египетская, хорошо известная, и так далее. Так что, вот, в чем наша помощь. Икона «Неупиваемая чаша», почему именно к ней идут и обращаются за помощью в случае, если кто-то из близких подвержен тому? Пожалуй, самый известный образ в этих случаях в городе Серпухове, даже вот в чине Акафиста, который вот и в нашем храме совершается, да, во всех, пожалуй, храмах, вот, некий раб Божий Стефан, сказано, который страдал недугом пьянства, когда-то обратился к ней и получил полное исцеление. И его этот чудесный случай, когда мы говорим, невозможно, я слышу в вашей передаче, говорят, излечиться от недуга пьянства. Он не только стал трезвым, он изменил образ жизни. Он заполнил просто его жизнь вот верой теперь в того, кто ему помог, сам Господь и Матерь Божия. И эта история стала основанием текста, изложенного в чине Акафиста иконе Божьей Мартери «Неупиваемая чаша». И к ней с тех пор очень многие прибегают и молятся, причем стоят семьями. Вот когда семья стоит и молится за своего любимого, папу, сына, брата, то, поверьте, моему опыту уже священническому, Господь тогда слышит, как общественную молитву, не только частную, как бы одного человека, но всех этих любящих этого попавшего в беду, как мы говорим, больного, своего близкого и родного человека. Хорошо, когда это коллективно, действительно, даже и не в религиозном, если говорить ключе, а в целом, вот таком бытовом и жизненном, но бывает так, что люди остаются одни. Вот, например, выздоравливающий алкоголик также в эфире у нас был, и он рассказал о том, как он был на дне и как потом изменил, смог изменить свою жизнь на 180 градусов. Как он сказал, давайте послушаем, как ему удалось с этим справляться. Это безвыходная ситуация, то есть, когда я уже и не хочу пить, организм уже, как бы, да, перестал бороться, и, ну, я не могу, я не могу, потому что у меня уже, я не могу просто передвигаться, у меня нарушена координация движения, да, у меня приобретена алкогольная эпилепсия, да, если я не похмелюсь, то я не могу, как бы, беспамят, где-то упасть и все, и никого рядом не окажется, я умру, да. Вот этот страх, да, переплетенный с саможалостью, с той же самой, да, с своим угнетенным состоянием, вот этом, что я вроде бы и хочу избавиться, но уже не могу, уже не могу, да, и что делать? Взываешь о помощи, да, и первая помощь, наверное, к моей высшей силе, да, Господи, что ж мне делать-то, да, и вот такие моменты, обычно, да, когда я сам хочу этого, тогда и появляется-то помощь, непонятно откуда, в моем случае было так. Ну вот о высшей силе, говорят участники ЧАС Содружества анонимных алкоголиков, причем для каждого она своя, для кого-то это явление, для кого-то Святая Троица, для кого-то это Вселенная, даже атеисты принимают ее в этом Содружестве, высшую силу, и руководствуются ей, опять же, в процессе выздоровления, вот на ваш взгляд, феномен этой высшей силы, без религиозного подтекста, если он может вести в правильном направлении, считаете? Ну, во-первых, конечно, обращается, по сути, своими словами, и мне известны случаи, когда вот люди точно так же, еще не ведая, есть Бог или нет, обращались приблизительно так же, Господи, если ты есть, ты видишь, я погибаю, помоги мне. То есть сомнением? Вообще не знание, но если ты есть, вот даже ученый, Блэст Паскаль, он не страдал алкоголизмом, да, известное мировое имя, когда-то он пишет в мемуарах о себе, что когда он размышлял, есть Бог или нет, он приблизительно повествует следующее, что я узнал, что есть заповеди. Вот если Бог есть, я их выполнял, то я приобрел все, но если окажется, что его нет, то я ничего не потерял. То есть вот, и потом он познал истинного Бога. Тритулиан говорит, всякая душа христианка, второго века, богослов известный, всякая душа христианская, и христианка, ищет этой пищи духовной, не зная еще, каков Бог. На первом этапе Господь и это принимает. Главное, что он выходит навстречу и помогает, если только ты, как он говорит, обратился к высшим силам, обезличенно, понятно, по его словам. Но потом, когда ты выздоровел, есть притча такая в Евангелии о том, что душа сравнивается с домом, с храминой, вот на церковно-славянском языке. И сказано, что человек избавился от той нечистой силы, беса, которая там обитала, то есть в его душе. Но тот вышел, походил вокруг, искал себе пристанище, не нашел, вернусь-ка я назад, посмотрю, занято кем или нет. Вернулся, смотрит свободно, никем не занято. То есть благодать Божия не принята была. Исцелился, радость такая. И вошел туда, и взял с собой семь более злых духов. То есть, если за фактом исцеления, помощи, даже обращение вот так обезвлечено к некой высшей силе, не следует следующий шаг. Господи, открой себя, если это ты мне помог, каков ты? В этом заключается поиск смысла дальнейшей жизни, на мой взгляд. Вот как к монаху приходят, знаете, и люди, допустим, в браке говорят, там, отче, научи нас жизни целомудренной в браке, ну, чтобы все было хорошо, детей воспитывать. Как он, не имея опыта этого, знает о том, как нужно вот брачную жизнь устраивать, семейную. Также и священник зачастую, вот я, например, или многие мои собратья, мы никогда не были, ну, скажем, в падении, да, по такого рода грехам, да, но Господь сообщает, и Священное Писание в помощь нам говорит о том, как можно и нужно противостоять, а дальше иди к Богу. Если тебе высшие силы помогли, следующий шаг, Евхаристия, благодарение, с греческого языка на русский, а благодарение, это стой, воскресный день за богослужением, благодари за то, что он тебе сделал, да, что он тебе даровал, если ты не лукавил, а может для тебя высшие силы, потом ты скажешь инопланетяне, тогда второе будет хуже первого, зависимость, исканешь ты каким-нибудь сектантом, или вообще создашь себе религию, скажешь, все, теперь я сам гуру, но тогда это хуже первого. Вот говоря о поиске спасения, в том числе и в религии, поиске духовной пищи, в том числе давайте послушаем еще один комментарий выздоравливающего алкоголика, который как раз приходил в храм и искал помощи. Я искал спасения в церкви, но поскольку я был очень болен, очень безумен, я пьяный, стоял возле иконы, у меня катились слезы, потом я выходил после этой службы и шел в магазин дальше, или один священник мне сказал, но ты же знаешь, что пьяница царствия небесного не наследует, негодяй ты этакий, ну-ка возьми строгий пост на себя. Я так послушал его, послушал, поймал обиду, пошел и купил себе выпить. Да, то есть в данном случае импульс неплохой, но как в песне только этого мало. Мало, этого мало. Вот этот случай, конечно, индивидуальный, нельзя обобщать отношения всех священников к прихожанам, которые нуждаются в помощи, но они есть такие-таки случаи. На ваш взгляд, священник по отношению к зависимому должен быть наказующим или милующим в первую очередь? Конечно, милующим. Конечно, милующим. Что вы, если его не выслушать, даже в таком состоянии, просто не посидеть на скамеечке, вот как я говорю, вне службы, да, вот, тогда ты его отринул просто. Он в каком состоянии должен прийти? По-трезвому, выздоровев что ли? А Господь говорит, я пришел не праведников, но грешников спасти. Священник, когда выносит святую чашу с причащением, читает слух молитвы, которая говорит, я из них первый, на себя показывает священник, я из этих грешников, которых Господь пришел спасти первые первых. Поэтому, как ты можешь, будучи, вот, он не говорит, что священник его отринул, он скорее так иронизирует, что вот, так сказать, поучать и да. Ну, знаете, легко вот так вот поучить и потом ни разу не встретить этого человека. Но едва ли это сможет на путь истинный наставить человек? В таком смысле, как он рассказал, не наставит, только протест вызвало. Знаете, есть один случай, даже, по-моему, в рассказе Андрея Ткачева об одном священии, который тоже, мы все люди, страдал зависимостью определенной. А церковь имеет очень определенные средства к помощи тебе. Это запрет служения, например, и так далее. Но человек был сам по себе любящий людей и так далее. И вот его решили отправить на самый дальний приход, который вообще никого не принимал. Больше полгода там никто не держался в одной деревне. И тут отправили вот этого как бы в наказание никчемного, батюшку, и смотрят, полгода проходит, еще полгода. Никаких сигналов. Звонят туда, старости, у нас все хорошо. Не могут понять, как такое может быть, что там случилось. И когда приехали через пару лет посмотреть, как он служит, там мир, покой, храм полон людей и спрашивают, а что случилось, как вы его приняли. А вы знаете, он как только приехал к нам, он сказал, вы знаете, меня прислали к вам на исправление. И эти сердобольные бабушки и дедушки вот настолько его полюбили за это смирение, из них первый из них азн есть первый. Вот если бы этот батюшка, если верить тому, что, конечно, надо доверять, этот человек рассказывает, сказал, знаешь, и ты, и я в разной степени, ты своим болеешь, я своим, а давай-ка мы вместе, ты за меня, я за тебя помолимся, а давай-ка мы чай с тобой попьем, а как ты живешь, а есть у тебя что одеть, а как твоя семья, есть ли она, был бы другой результат. Такие случаи есть у нас на практике, когда не часто, но удается все-таки воззвать, и как минимум этот человек приходит еще и еще несколько раз, но все равно за ним выбор потом. Ну вот зависимым, как мне кажется, как никому нужна жалость, сострадание, и любовь вообще, я считаю, жалость умения жалеть других высшим человеческим качеством, но вот что касается человека зависимого, все-таки всегда ли жалость бывает во благо? Знаете, когда, по первым шагам эта жалость нужна, но если человек уже окреп, как апостол Павел говорит, пока вы были младенцами, вам подавалась пища для младенцев, а теперь у вас как бы зубки появились, вам нужна потверже пища. Если человек крепнет, уже способен противостоять греху, тогда он может и эпитемию получить, спасительную, это такое прещение некоторое, труды ему назначаются от поклонов земных, небольших, пребывание в монастыре каком-то хотя бы несколько дней и молитвенное правило, и тогда и контролировать состояние этого человека. Священник отвечает за каждого к нему обратившегося, это однозначно. Спасибо вам, что вы нашли время и пришли к нам в программу, продолжим возвращаться к этой теме. Священник Латвийской Православной Церкви, отец Александр был гостем программы, спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо, что пригласили.